В этом году Народное движение «Бессмертный полк» обретет новый формат. Почтить память героев предлагают многие всероссийские общественные движения. «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Движение Первых». Как отмечают организаторы в этом году и соображения безопасности, акция «Шествие со штендерами» перейдет в другой формат. Однако неизменным остается символ акции – фото ветерана. Недавно к нам обратились из Утинской средней школы с просьбой напечатать несколько десятков штендеров «Бессмертного полку». Мы сделали им такой заказ, это один из этих штендеров. Каждый год уже на протяжении нескольких лет, сколько уже, лет 5-6, эта продукция пользуется спросом, к нам обращаются десятки, уже, наверное, за сотню, точно, за две, наверное, сотни перевалило изготовленных штендеров. В этом году, конечно, спрос меньше, потому что само шествие перенесли. Но в этом году мы делаем, ну, помимо таких же штендеров, мы делаем просто наклейки, можем печатать на футболках, на бумаге. Принять участие в акции можно несколькими способами. Поместить фотографию ветерана на боковом стекле автомобиля, украсить одежду, заменить аватар в социальных сетях и выложить биографию родственника, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла с хэштегом «Наш бессмертный полк». Я участник этой замечательной акции «Мой герой», где каждый человек может устроить себе личный парад победы, поставив на аватарку, конечно же, своего героя, героя Калмыкии, героя России. Это, ну, на усмотрение каждого. Я участвую в этой акции, поставил своего, получается, деда, Мучеряева Даджи Саранговича. Он родился в 20-м году в Уланхольском Улусе, Калмыцкой ССР. В 1941 году призвался Уланхольским РВК, является артиллеристом и погиб при обороне Сталинграда. Для меня это мой герой, и я проявляю уважение к этому человеку. Степная столица уже готова к празднику Великой Победы. На улицах Алисты появились баннеры с изображением жителей Калмыкии, героев Советского Союза. Всего по инициативе администрации муниципалитета городские проекты украсили 23 портрета защитников нашей родной земли. У нас, да, готовится молодежь, они будут там на машины выставлять, там на окнах выставлять будут. Мы каждый год на 9 мая делаем, на окнах разукрашиваем плакаты. У нас на машине знак за наших. Хочу, которые воевали, защищали нашу родину, и хочу их благодарить, ветеранов, и за их доблость. И хочу им пожелать, главное, здоровья, счастья, мира и добра. Для меня это важный праздник. У нас был, вот, вчера, мы, была линейка, посвященная, посвященная бессмертному полку. Бессмертный полк – это акция, в которой ежегодно в Листе принимают участие тысячи людей разных возрастов и религий. Она как символ объединяет народ с главной целью – сохранить память о подвиге предков-защитников. И в этом году, несмотря на смену формата, жители республики примут участие в этой народной акции. Юлия Шаткаева, Ачиру Бушаев, информационная программа «День республики».